Яна Тихонова на приеме у Сергея Сергеева задала несколько вопросов. После несчастного случая потеряла руку. Дом, в котором жил отец, продали в 2011 году. На работу не принимают. Работодатели просят дополнительное поручительство из-за инвалидности, хотя на ВКК присвоили вторую группу, рабочую. Жалуются и на соседей, самовольно установили забор. Яна обратилась к мэру за помощью. Распутать клубок проблем. Должно быть обратиться за разъяснением решения суда. То есть суд обменил те акты все о выделении земли, но тогда объясните, на каком основании стоит забор. И суд даст разъяснение, что надо снести. И приставы его исполняют. Сергей Сергеев разъяснил права Анапчанки и объяснил, раньше 2016 года в очередь на улучшение жилищных условий стать не получится. Вопрос трудоустройства решить легче. В центре занятости населения действуют специальные программы. Сергей Сергеев взял обращение на личный контроль. И в вопросе соседями самоуправства допускать нельзя, даже в ответ на нарушение. Правда, на стороне закона. Людмила Заварзина записалась на прием к Сергею Сергееву с давнишней проблемой. Просит содействия в газификации на хуторе Чекон. У соседей через дорогу к домам газ проведен. На прокладку труб жители готовы собрать деньги. Крупную сумму на проектирование не потянуть. Экологическая проблема привела жителя Витязева Ивана Казазиди. Беспокоится о строительстве очистных сооружений и канализации в поселке. Причина обращения благородная, средства сомнительные. Мужчина нашел инвесторов для своего проекта – секретную фирму китайского происхождения, зарегистрированную в Москве. Дело стало – нет разрешения на землю. Под очистные сооружения нужен участок в 20 гектаров. 20 гектаров земли получить под очистные сооружения – не проблема, если таковая земля есть. Но потом очистные сооружения там не строятся, и земля переводится под другой вид разрешенного использования. Мы ходим в суды, бодаемся и так далее. Поэтому я вас в первый раз вижу. Возможности по инвестированию. Расскажите, кто будет инвестировать. Цена вопроса. Вот давайте представим на секунду. Землю мы выделили. Следующий этап. Что будем делать? Следующий этап я привожу сюда инвесторов. Кто? Москвичи. И опыт работы с китайскими партнерами у мэра Сергеева уже есть. И каждый раз сделки оказываются с изъяном. Ни одна из них своих обязательств не выполнила. Китайцы в Россию денег не вкладывают. Я вам расскажу. Не вкладывают. Немцы вкладывают, голландцы вкладывают, англичане вкладывают. Китайцы в Россию денег не вкладывают. Мы для них рынок сбыта их продукции. Консультации, решения проблем и содействия. Записавшись на прием мэра Анапы, можно решить многие проблемы. Личный прием мэра Анапы Сергей Сергеев проводит по понедельникам. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа. Регион.